Продолжение следует... Строительство в нашем городе, а также предложение вторичного рынка очень важно для нашей экономики, в первую очередь нашего города Архангельска и в целом России. Но, несмотря на то, что инвестиции в недвижимость являются таким локомотивом нашей экономики, много вопросов, которые чинят препятствия для его развития. Сегодня в нашем круглом столе будут участвовать слева направо ПИР Наталья Николаевна, руководитель отдела вторичного рынка недвижимости агентства недвижимости «Регион-С». Новикова Мария Сергеевна, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Гильдия риэлторов». Четверяков Андрей Викторович, заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости строительного инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». Леванюк Герман Викторович, директор агентства недвижимости строительного инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». Попков Алексей Николаевич, генеральный директор инвестиционной компании «Аквилон Инвест». И Овчинников Олег Владимирович, профессор САПО. Сейчас все участники нашего круглого стола сделают маленькую презентацию, расскажут о своих компаниях, и потом мы вступим в пленение по нашему круглому столу. Первым будет у нас пир Наталья Николаевна. Добрый день. Меня зовут Наталья Николаевна. Я представляю компанию «Регион С», одна из крупных компаний в Архангельске. Мы занимаемся и вторичным жильем, и такими востройками. Поэтому хотелось бы, соответственно, отметить, что инвестиционные недвижимости актуальны. На сегодняшний день, наверное, один из главных вопросов у нас всех горожан города Архангельска. Что хотелось бы поговорить, что на сегодняшний день вторичное жилье актуально так же, как, в принципе, как новостройки. Если говорить именно о вложении, то по компании «Регион С», по вторичному жилью имеются большие темпы спроса именно на вторичное жилье. Ну, наверное, следует, конечно, отметить, что компания «Регион С» больше практикнулась, конечно, на вторичном жилье. Но в любом случае альтернатива предлагается. И по обращениям, по сравнению с предыдущими годами, по вторичному жилью достаточно большой спрос наблюдается. Ну, наверное, сегодня мы обсудим все плюсы и минусы, как вторичного, как и новостройки. И дальше эту тему более глобально разобьем. Ну, и на сегодняшний день я присоединилась к нашей аудитории, которую сегодня мы хотим поднять. И главные вопросы, которые интересуют многих, мы сегодня, думаю, что обсудим. Следующим участником у нас будет новико Мария Сергеевна. Где где риэлтор? Мария Сергеевна, я представляю коммерческое партнерство в виде риэлторах Африканской области. Это объединение самых достаточно крупных агентств. Мы содействуем развитию цивилизованного рынка недвижимости в нашем городе, активно участвуем во всех выступах, в мероприятиях и активно продвигаем вопрос по комитету по защите прав потребителей рынка недвижимости. И на данный момент у нас очень много вопросов возникает по поводу жилищных программ в городе Архангельске. Эту тему хотелось бы тоже очень поднять, потому что, мне кажется, в ближайшее время, скорее всего, что для людей это будет очень востребовано. То есть кредитные программы и то, чем у нас помогает город, это хотелось бы очень сильно задеть. Я еще хочу представить присоединившуюся к нашему столу Ивану Анну Махасибовну, руководителя отдела обучения ООО «Ваш отчак» и нашу многоуважаемую Антонину Андреевну Драчеву, заместителю председателя комитета по земельным отношениям и строительству Архангельского областного собрания депутатов. Сейчас мы слово дадим Антонине Андреевне. — Спасибо. Я так полагаю, что смысл присутствия сначала объясняется здесь, почему я здесь. Потому что я не слышала же, к сожалению, вступить. Да, что это? — Да, основная тема нашего обсуждения — это инвестиции в недвижимость. Актуальность этого вопроса, насколько это важно сегодня для нас. — Хорошо, я теперь поняла, что это фактические вступления. Ну, я бы хотела сказать, что после того, как Вы назвали должность, заместитель председателя комитета по земельным отношениям и строительству областного собрания, ну, этим просто все сказано и объяснять ничего не нужно. Это вопрос, которым мы занимаемся. — Очень приятно. Мы тогда сейчас слово нададим Ивановой Анне Махасибовне, руководителе отдела обучения ООО «Ваш отчака». — Наши агентства активно развиваются. Успешно проходят продажи на рынке недвижимости, как вторичного, так и первичного рынка. На сегодняшний день, естественно, этот вопрос очень актуален. Наши сегодняшние темы спрос за последний период времени очень увеличился на недвижимость. Естественно, повлиял курс, который у нас сейчас нестабилен и активно растет. Спрос повышенный. Продажи у нас активные на данном этапе. И кризис, можно сказать, что и на продажи благотворительно поплиял. — Сейчас слово мы предоставим одному из лидеров нашей строительной индустрии. Четверяков Андрей Викторович, заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости строительной инвестиционной холдинга «Аквилонинвест». Здравствуйте. Представляю компанию «Аквилонинвест». Нашей компанией на рынке более 11 лет. Мы сдали более 40 объектов точно в срок, без замечаний со стороны государственных органов. Большей частью, конечно, мы настроены на строительство домов повышенной комфортности. С учетом требований к такой категории зданий. То есть это и благоустройство домов, и паркинги. Но с недавнего времени мы представили и недорогие экономичные дома. В компании есть, собственно говоря, агентство недвижимости, которое занимается вторичным рынком. Большой акцент на коммерческой недвижимости. То есть по всем этим вопросам, я думаю, мы сможем дать вам ответы. Спасибо. Следующим нашим участником будет Ливанюк Герман Викторович, директор агентства недвижимости строительного инвестиционного холдинга «Аквилонинвест». Здравствуйте. Если обратиться к статистике, с 2008 года можно наблюдать резкие скачки и падения цен на рынке недвижимости в городе Архангельске. Эти колебания возникли от политической ситуации, выжидательной позиции инвесторов, изменения условий ипотечного кредитования. Но динамика роста за 6 лет все равно присутствует. Это говорит о том, что инвестиции в недвижимость остаются одним из самых сохранных и выгодных вложений. По данным Росреестра, количество ипотечных сделок, в принципе, остается прежним, но и наблюдается динамика покупки квартир за наличный расчет. То есть, таким образом, срабатывает такое главное правило российских инвесторов в непонятной ситуации на рынке недвижимости всегда покупать недвижимость. недвижимость остается безопасным активом, который реально можно потрогать, сдать в аренду, получить прибыли или перевести из живого в неживое. Тем самым, получить какую-то дополнительную прибыль ставкам по аренде. Ну а сейчас я представляю вам генерального директора Аквилон Инвеста. Это Папков Алексей Николаевич. Здравствуйте. Хотел отметить, что холдинг Аквилон Инвест на рынке недвижимости более 11 лет. Занимается девелопментом коммерческой недвижимости, жилой недвижимости. Я, конечно же, зарекомендовала себя надежным партнером в части реализации инвестиционных проектов недвижимости. Доверие дольщиков к нашей компании есть. И каждый дольщик на протяжении сотрудничества с нашей компанией понимает, что при вложении денежных средств своих в недвижимость он сделал правильный выбор. И каждый понимает, что вложение в недвижимость – это выгодно в настоящее время. Ну и я думаю, что на протяжении уже лет 10 точно. И, в принципе, доверие к компании есть, и выгода в инвестиции, недвижимость все-таки ощущается. Ощущается она в деньгах прежде всего. Спасибо. Ну и сейчас представитель науки профессор Сафу Овчинников Олег Владимирович. Вам слово. Коллеги, мне кажется, что мы в очень уютной аудитории, и мы не слышим эмоционального состояния того рядового человека, который мечется сейчас. А что делать? Суть-то заключается в том, что 2008 года кризис – это просто семечки. Сейчас мощнейший экономический, духовный, социальный кризис, политический и переходящий чуть-чуть на грань горячей войны. Поэтому человек, что делать? Он каждый день смотрит, вот 56, 58, 68. Это как мороженое в Дубае 60-градусное. Тает у него в руках, он съедать не успевает. Что же делать в этой ситуации? Поэтому мне кажется, что вот этот кризис, да любой кризис, он дает и неожиданные выходы и возможности. Неожиданные совершенно, которых мы раньше бы и не догадывались. Что бы сделать в данной ситуации? Ну, прежде всего бы диагностику. Потому что без диагностики никуда. Я приведу маленький пример. Студентка вчера принесла диплом в гостиницу для кошек. Я спрашиваю, сколько кошек в Архангельске? Не знаю. Я говорю, посчитай. Три дня ходила. Везде просчитала, везде на все сайты вышла. Я говорю, отсюда система ценообразования, отсюда система все, отсюда риски мы будем с вами считать. Диагностика. Сколько же в Архангельске? Каков спрос? Спрос – это значит возможность купить, подтвержденный деньгами. 26% имеют сбережения в банках. 12% имеют возможность, там маленькие деньги, тут возможность купить. Сколько возьмет из них быстро, если сейчас ипотечник едет, сколько? Таких наберется, допустим, у нас 15 тысяч. И каждый понимает, что кроме как жилье вложить сейчас некуда. Золото, оно было 600 рублей в 2004-м, 1800, было в 2010-м, 1200, сейчас. А доллар? Доллар – это 4 квадриллиона только задолженность Соединенных Штатов внутренний долг. Это через 2-3 года неизвестно, что с ним. И когда человек так вот смотрит, а ему надо об этом ведь четко и рассказать, что, ребята, здесь-то самое непотопляемое подушка – это жилье. Я был недавно на даче и спрашиваю, значит, купили дачку? Да, купила за 400 тысяч. Я говорю, ну и как? Что дальше будешь делать? Ну вот, я говорю, сейчас вкладывай сюда. Вот, значит, кровлю замени, это замени, значит, здесь штакетник и все. Ты 200 тысяч вложишь, а у тебя за 800-900 ты продашь. Ты вкладываешь, и это у тебя в цене растет. Ты автомобиль хочешь купить? Этот пылесос, конечно, вытрястет тебя вот так. Это растет, это растет, это растет, все растет. А, конечно, это средство передвижения. Поэтому вот здесь первый резюме такое, чтобы масса в Архангельске могла понять. На рынке имеется вот это, товар, именуемый жилье в разных градациях. Для Кегострове это Антонина Андреевна или еще кто-то, значит, они готовы, значит, сказать, ребята, это канадский вариант. Для центра города Аквилон, значит, вот я смотрю на него, надо купить две квартиры рядом с вами, строиться с вызовами. Значит, для каждой категории и 100 тысяч дачников, братья, обратите внимание на свои дачи. Их надо срочно, срочно, срочно модернизировать. Ваши же дети пришли туда. Ага, и посмотрите, как в деревнях жители Архангельска, сорокалетники, как мощно строят эти коттеджи, не говоря уже о заре. Он первый начал эту компанию, особняки строить. То есть мы можем сказать, имеем это, и мощно подстегнуть этот спрос, потому что спрос этот беспроигрышный. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Но одна проблема, я еще раз говорю, диагностика. Если бы собрались хорошую маркетинговую компанию, она быстренько 2-3 недели и провела нам исследование рынка, что на этом рынке, как отсегментировать этот рынок. Вот эта группа, вот эта группа, вот эта группа. И тогда массированной умной рекламой, даже рекламой беседой обстоятельной, мы бы вошли в дом каждого человека и сказали, вот так, вот так. Ваше дело принимать решение. Но мы бы думали, что так. Вот это было бы умно. Вот пока то, о чем я бы хотел сказать. Ну, мне кажется, что сегодня вообще одни единомышленники собрались, в общем-то, в этом зале. Мне кажется, на такой комментарий лучше всего получить какой-то, какой-то... Ну, я так понимаю, что здесь вообще дискуссия. Да, да, дискуссия тут открытая. Ну, я бы так хотела сказать, конечно, что Олег Владимирович в последнее время есть в черном. И как бы это соответствует тому, что он говорит и чаще всего видит. Мы давно знакомы. И, собственно говоря, как-то так и получалось еще, да, что как раз в какие-то сложные ситуации, вот в предыдущем, в кризис тоже я помню, что мы с вами консультировались по поводу того, что будет. Тем не менее, я бы хотела сказать, что вот по опыту и, так скажем, по мнению других финансовых консультантов достаточно серьезных, все-таки я склоняюсь к тому, что прогноз максимально точный, можно дать о том, что... Ну, прогноз на перспективу, да, финансово-экономическое состояние страны, города, экономики. Давайте мы будем говорить про страну, да, все-таки. Два месяца, все. Остальное, конечно, делают и среднесрочные, и долгосрочные. Но что же потом скажет финансовый аналитик, да? Ну, значит, был неправ, там, да, ошибся, или там прогноз оказался более-менее верным. Из ранее, там, скажем, сделанных прогнозов, там, два года, год назад, три года назад, потом можно анализ проводить, этот был ближе, аналитик этот был дальше. Вот, но, тем не менее, что-либо точно сейчас предсказать очень сложно. Действительно, очень много факторов, влияющих на ситуацию. Получается, что все равно все мы в неком подвешенном состоянии находимся, да, и ожидания не оптимистичные. Вот, соответственно, к этому нужно подготовиться, если еще можно успеть. И, собственно говоря, вот как, ну, представитель комитета, наверное, мне нужно сказать, что, в принципе-то, мы занимаемся, в основном, конечно, вопросами законодательства строительного, да, и земельного. Сейчас очень большие изменения в земельный кодекс вносятся с 1 марта. Мы занимаемся вопросами защиты прав дольщиков. Вот, и, собственно говоря, то, что говорил Олег Владимирович, у вас сразу прозвучал и совет тем, кто является застройщиком, да, как продать, что нужно сделать, маркетинговые исследования. Хотя я думаю, что у вас, наверное, всегда рука на пульсе, и вы примерно знаете, да, сколько у вас покупателей, кто может, какой обжим может быть приобретен. Вот, и совет гражданам о том, что недвижимость – это самое лучшее вложение. Ну, и вот мое личное мнение, хотя, наверное, сначала надо оговориться, потому что, действительно, я-то по роду своей деятельности тоже отношусь к застройщикам. И получается, что все равно, что как мыши против сыра, да, так и я буду говорить, да, понятно, что я буду говорить, ну, как сказать, ну, как бы, как строитель может сказать, что не покупайте недвижимость, да, вот так, наверное, я скажу. Но, с другой стороны, действительно, это то, что останется с человеком навсегда. Мы жили в условиях гиперинфляции, это был 91-92 год, когда деньги, которые ты, вроде бы, небольшую заработную плату получаешь, но в кошелек они не вмещаются, да, это вот было так интересно, но не хватало их ни на долго и ни на много. Вот, соответственно, по поводу граждан, во-первых, действительно, если есть возможности, если есть свободные средства, даже, ну, там, где-то в пределах 500 тысяч, миллиона, конечно, есть смысл попытаться взять ипотеку, опять же, конечно, нужно, чтобы человек был уверен в том, что доход его в дальнейшем, ну, он будет получать доход и сможет рассчитываться по ипотеке. Если, да, и, конечно, ипотека сейчас действительно выгодна, уж прямо скажем, что сейчас выгодно иметь задолженность, которую потом будет проще отдавать. Вот, собственно говоря, такой совет. Но, конечно, в большей степени мы занимаемся вопросами переселения граждан, выполнение программ по переселению граждан из аварийного фонда, и я бы не сказала, что тема, как бы, профильная для меня. Вот, но, наверное, я думаю, что здесь есть что сказать всем остальным. То есть, если в сухом остатке, то, конечно, недвижимость, вот, наиболее выгодное, по моему мнению, приложение средств, если есть такая возможность. Спасибо. Ну, вот, мне кажется, кризис кризиса. Вот, несмотря на это, лидеры нашего строительного рынка, такие как компания Aquilon Invest, продолжают строить, успешно строят, и благодаря им дается работа и рынку вторичного жилья. Я думаю, что имеет смысл еще раз компанию Aquilon Invest послушать по поводу новых проектов, которые вот сейчас вы развиваете. Я думаю, что многим архангелогородцам известно, что вы сейчас презентовали строительство нового 25-этажного дома. Это, я думаю, что даст, в общем-то, возможность и купить и жилье людям, и какую-то коммерческую недвижимость, в общем-то, в рамках этого проекта приобрести. Ну, хотел сказать, что компания Aquilon Invest, мы заговорили сейчас о маркетинговых исследованиях, о мониторинге рынка. Мы динамично, в постоянном режиме этим занимаемся. То есть, контролируем, какой спрос на рынке, какие предложения, что мы предлагаем, какой продукт мы можем предложить нашим потенциальным клиентам. И стимулируем все-таки ипотечными программами, индивидуальными. С каждым банком мы отдельно договариваемся, предоставляем какие-то льготы под наши объекты по ипотечным кредитам. То есть, это пониженные ставки. В том числе, вот недавно у нас закончилась акция с УТБ-24, где мы декларировали маркетинговую ставку ипотечным 7%. То есть, при расчете, при получении кредита, человек считает, у него получается кредит под 7% годовых. То есть, застройщики, в частности мы, как раз этим занимаются постоянно. Постоянно они своими акциями формируют вот этот спрос, чтобы поддерживать людей в тонусе, которые мечутся, либо сохранять деньги в банках, либо их все-таки вкладывать. Здесь у нас всевозможные программы есть, когда мы предоставляем беспроцентные рассрочки на период строительства, когда мы работаем с банками. Сейчас мы думаем все-таки о программе зачета имеющейся недвижимости в счет приобретения. Вот. То есть, мы, так скажем, контролируем это и пытаемся спрос держать на определенной планке без понижения его, так скажем. Ну, а в настоящее время, учитывая вот эти кризисные явления на фондовых рынках, на валютных рынках, все-таки большой, так скажем, сегмент населения, которые не знают, что делать со своими какими-то сбережениями, да, кто не успел купить валюту, например, они ищут другие источники и альтернативные возможности инвестировать деньги. И если не инвестировать и заработать, да, ну, хотя бы их сохранить, вот, то недвижимость всегда была таким источником для, в первую очередь, сохранения денежных средств, а уже, в вторую очередь, это все-таки зарабатывание на это. Но практика таким образом складывается, что инвестиции с целью сохранения, они всегда выливались инвестицией, так скажем, с заработками, вот, на протяжении вот нескольких десятилетий. И все-таки хотел бы обратить внимание, чтобы люди, которые думают об инвестициях в недвижимость, все-таки делали правильный выбор, если эта компания занимается первичным рынком недвижимости, строительством, все-таки на опыт и на авторитет этой компании. И никак бы не рекомендовал вкладывать во что-то дешевое, да, но застройщик неопытный, потому что, к сожалению, есть у нас обманутые дольщики, которые, так скажем, покупали недвижимость за более дешевые деньги. Но в итоге люди либо получали длинные сроки по получению своей недвижимости, да, вот у нас по изумруду, наверное, лет шесть, наверное, дольщики ждали, когда они получат свои квартиры. Либо, пример, люди вкладывали недвижимость и не получали даже обратно своих денег. Это у нас пример по объекту Санаты. То есть люди брали также кредиты, а кредиты нужно возвращать, недвижимости нет, оставались у разбитого корыта. То есть выбор компании, куда нужно вкладывать деньги, это основополагающий выбор как раз по сохранению своих денежных средств. Здесь хотелось бы на это обратить внимание. Звучит мне, как я сейчас тоже скажу про слово, потому что не буду занимать себя ваше время. Просто на самом деле как раз тема наша вот по поводу добросовестности застройщика. Это очень и очень важно, да, особенно когда, да в любое время, по-моему, даже не могу говорить, когда особенно. Во-первых, по названному уже вами комплексу действительно приходилось достаточно так за этим четко следить, контролировать. И случаи, конечно, ну такие, что слезы на глаза наворачиваются, потому что люди там, семья была, которая некоторое время в гараже проживала, да, в связи с тем, что не был дом сдан, семья, которая выплатила уже ипотеку, но не могла еще вселиться в квартиру, да. Соответственно, это действительно очень не здорово. Вот. В настоящее время с 1 января действует закон о страховании ответственности застройщика. На этот закон возлагались большие надежды по поводу того, что, поскольку будет объект застрахован, то сколько бы ты не внес денег, и если строительство по какой-либо причине прекратилось, то, конечно, там все равно определенные процедуры, суд и так далее, ты свои средства получишь. Но, во-первых, если будет, не будем говорить о гиперинфляции, да, но все-таки некая более высокая инфляция, то, соответственно, это уже некий удар по дольщику. И, кроме того, к сожалению, рынок страхования на сегодняшний день, он все равно, вернее так, вот это направление по страхованию ответственности застройщиков, он не, как бы правильно сказать, не то, чтобы не урегулированный, он не, я бы не назвала его достаточно устойчивым, потому что, потому что государство в этом не участвует, компании серьезные, которые хотели, ну, они в список, там, в реестр включены, слишком большие тарифы предлагают, или, поскольку понимают, что это невозможно, то они даже не осуществляют это страхование, независимо от присутствия в реестре. И ставки, тарифные ставки по страхованию, они, получается, сейчас приемлемы для застройщика, поэтому они не так уж сильно отягощают, так скажем, карман застройщика. И, соответственно, все равно, при том, что тут страхование, это есть определенная гарантия, но не стопроцентная, и все равно, к сожалению, нужно быть осторожным дольщику и все-таки выбирать застройщиков, которые уже имеют положительный опыт сдачи построенных домов. Вот, это может быть, ну, такая не очень хорошая информация, но мы, на самом деле, проводили не так давно рабочие совещания по изучению рынка страхования, и там над ним надо еще очень хорошо работать для того, чтобы, ну, вот можно было считать, что страхование на самом деле является страхованием в полном смысле слова. Вот так. Ну, пойдем. Я бы еще... Мы можем спросить, что мы дальше разговаривали, если мы не хотели. Вот по поводу того, что это жилищная программа. Вообще, в 2015 году, я знаю, что заканчивается молодая семья, потому что в 2015 году, да, будут еще какие-то программы? Потому что, мне кажется, в нашем городе все-таки жилье не столько для инвестиций покупается, а сколько именно для жилья? Ну, как бы... Да, да, да. Это было вообще... Не совсем по теме, да. Но, вы знаете, не буду... Не знаю. Не знаю. Ну, не то, что не знаю. Просто, на самом деле, пожалуй, сейчас никто этого не знает. Да. Хоть мы и трехлетний бюджет составляем, но, на самом деле, чем будут подтверждены те цифры, которые сегодня можно проставить, сейчас трудно сказать. Конечно, все-таки в первую очередь стоят задачи, которые, да, умайскими указами были поставлены, да, и у нас в целом бюджет-то, получается, он только покрывает расходы социальные. Вот. А то, что касается инвестиций, это детские сады, это те программы, где есть серьезное софинансирование федеральное, чтобы мы могли хотя бы на софинансирование выделить средства. Поэтому, ну, я очень надеюсь, что программа вот все-таки «Жилье для молодой семьи», она останется. В 2015-м еще, да? Да, да. Надеюсь. А дальше еще пока неизвестно, да, как будет. Конечно, да. Хотела бы, да, присоединиться к коллеге Владимировичу вот высказывание по поводу вложения денег именно за городную недвижимость, за дачные, да, участки, ну и, соответственно, земли. То есть на сегодняшний день это на самом деле актуально не только вкладываться на новостройки, а и покупать земельные участки, строить дома, строить именно там дачи. Что на сегодняшний день у нас многим людям не позволено это делать. Почему? Потому что они проработаны очень многие программы также по ипотеке. То есть жилье, что касается там новостроек, вторичного жилья, ипотеки полностью проработаны. И если посмотреть, опять же, да, как Герман Викторович сказал, то есть статистика по ипотеке не изменилась, и покупка жилья в основном через ипотечные кредиты. То есть новостройка и вторичное жилье доступно, что нельзя сказать про дачные земельные участки, да, про сами же дачи, да. Вот здесь вот хотелось бы, да, как-то вот, чтобы более глобально проработали законодательство, да, возможность людей приобретения, да, приобретения через ипотеку, приобретения через возможные субсидии, также те субсидии, которые, таком, материнский капитал, да, которые еще пока актуальны на сегодняшний день. И хотелось бы заметить, это не только по нашему городу, потому что была Всероссийская конференция в Санкт-Петербурге, и там же точно так же поднимали вопрос по поводу вложений не только лишь в новостройки, вторичное жилье, а и загород, да. То есть, эту тему, я думаю, что нужно как-то, да, дальше развивать, и многим людям нужно задумываться, потому что, да, сказано Мария Сергеевна, что на сегодняшний день многие у нас приобретают для проживания, но и для, скажем так, не только для существования, а для какого-то отдыха хотелось бы, да, чтобы это тоже программа были у нас. Ну, я вот согласен с Натальей Николаевной, что это целый глобальный рынок, в общем-то, который еще грядет, время его еще придет, потому что пробки в городе Архангельске, да и не только в нашем городе Архангельске, они настолько сейчас, в общем-то, людей выбивают иногда из равновесия, что иногда лучше жить где-то там, за городом, и приезжать в город уже, поработать, отдохнуть. Вместе с пробками. Вместе с пробками, да, получается. Вы знаете, я бы еще хотел сейчас обсудить вопрос именно коммерческой недвижимости. Мы сейчас обсуждаем в большей степени какие-то, ну, своя рубашка ближе к телу, это личное жилье, и я так понимаю, что у вас есть вопрос. Да, у нас, я просто не очень прям информат, журналисты могут вопросы задавать или нет? Да, конечно, пожалуйста, если... У меня вот вопрос под кулу Алексея Николаевича, если не ошибаюсь. Вы говорили о том, что у вас постоянно мониторится и проводится маркетинговое исследование. Если, ну, не только к вам, вообще ко всем участникам, есть ли понимание того, сколько на данный момент в Ангельске количество людей, которые готовы взять ипотеку? Примерно, вот есть такие цифры, или нет? Тысяча человек, десять тысяч человек, двадцать тысяч человек? Ну, а вот если, так скажем, вернуться в предкризисные времена 2008 года, то доля ипотечных сделок, она была гораздо ниже, нежели сейчас. Вот, и вот тот кризис мы пережили за счет того, что вот доля ипотечных сделок, она низкая, да, учитывая, что вот на американском рынке там было 99% ипотек, вот, банковский кризис, ипотечные сделки, так скажем, прекратились, возникла кризисная ситуация на рынке недвижимости. Вот, сейчас доля ипотечных сделок, она существенно выросла, то есть это, благодаря, наверное, работе, работы каждого банка, который занимается этим сегментом кредитования. И на данный момент в процентном соотношении уже порядка 50% от общего количества сделок, это все-таки ипотечные сделки. Я понимаю, только, может быть, я не правильный вопрос. Вы хотите услышать в количественном выражении? в количественном. Вот возьмем за 100% жителей Архангельской области или хотя бы даже Архангельска. Из этих 100% жителей города Архангельска, по вашему мнению, может быть, есть какие-то подтвержденные данные, сколько процентов из этих 100% могут взять себе ипотеку? У меня есть глубочайшее убеждение, что максимум процентов 20. В силу того, что мы сейчас все услышали о том, что жилье будет только дорожать, то у меня есть подозрение, что с каждым годом или, может быть, даже месяцем количество людей, которые смогут взять ипотеку, это основной продукт, по которому покупают квартиру, будет только уменьшаться. В связи с этим, я так понимаю, что о доступности жилья сейчас речи вообще не идет, то есть жилье будет все еще дорожным. Правильно я понимаю? Ну, тенденция пока к удорожению складывается, учитывая, что есть довольно-таки колоссальный спрос на недвижимость. Все-таки люди пытаются вложиться в недвижимость как альтернатива других возможностей инвестиций. Вот. И на данный момент надо не забывать еще, что имеется достаточно обширное количество программ, которые стимулируют получение ипотеки. Это военная ипотека, молодая семья. То есть здесь со стороны государства есть определенная поддержка, стимулирование возможности взять ипотеку. Что касается ипотечных ставок, то сейчас все-таки ипотечные ставки начали подниматься. Вот. И мы, соответственно, ожидаем тот, так скажем, ту возможность снижения количества людей, которые все-таки смогут осилить вот эти ипотечные кредиты за счет увеличения ипотечных ставок. Да, можно я, да? Вау, да? Вот вы спросили по поводу процентного соотношения. То есть процентное соотношение мы берем 100% от тех людей, которые готовы приобрести жилье. Нет, 100% мы берем от жителей Архангельска. Ну, работоспособные, да? То есть мы не берем совсем пенсионеров. Которые готовы приобрести жилье. Нет, я... Вот еще раз, да, вот... Допустим, всем у 100%. Вот кто из нас готов взять ипотеку? Вот я в этом смысле. То есть я думаю, что... Алексей Николаевич проговорил, да? То есть... Ну, я бы, наверное, не совсем присоединялась, правда, стимулирует. Здесь многие у нас граждане вынуждены брать ипотеку. Потому что, что касается всех возможных от государства поддержки, то же самое, то материнский сертификат, или там жилищный сертификат, это некая сумма, на которую невозможно приобрести жилье. То есть наши клиенты, да, то есть наши граждане вынуждены приобретать еще и дополнительно брать себе ипотечный кредит. И поэтому по статистике на сегодняшний день мы можем судить только лишь по данным УФМС, да, то в любом случае 70% это ипотечники. Потому что за ту субсидию, которую приобретает государство, они приобрести просто не могут ничего. И получается дополнительно, дополнительно берут ипотеку. Ну, получается то, что как раз государство дает толчок, дает возможность. Да, то есть я выкарцеплялась. Материнский капитал, да, то есть дает возможность какую-то сумму вложить и на остаток получить кредит ипотечный, правильно? То есть если бы этих возможностей государство не давало, тогда бы человек не делал свой выбор в пользу приобретения недвижимости. А может быть и не задумывается. Можно вопрос, может быть, слегка такой философский, а когда наступит тот частивый миг, когда квартиры будут по-настоящему доступными? А не так, что зарплата средняя, у семьи тысячи так 50, ну я в среднем так округляю, да, 50 тысяч, семья из четырех человек, да, 50 тысяч примерно. Очень условно сейчас говорю. И так тысяч 20 ипотека. Да, остается тысяч 30, которые там нужно, ребенка там одеть, обуть, еще и в отпуск сжигательной съездить. Вот, если машина сломалась, то вообще все печатка. Понимаете, то есть я к тому, что вот когда реально это будет ценно дешевле квартиры? Может быть, больше риторически. Также можно отручить, тогда, когда будет зарплата. Я думаю, что Олег Владимирович больше на этот вопрос. Я здесь по-другому. Нет, ну от вас же все равно, секундочку, продолжим, от вас как от застройщика, знаешь, зависит, да, что-то снизит там и так далее, и так далее. То есть понятно, что вы не можете ответить на вопрос, почему на заплаты такие небольшие, но тем не менее, это же ваши профи? Ну, понимаете, мы живем в законах рынка, есть спрос, есть предложение. Вот сейчас спрос, он как раз формирует стоимость предложения, вот исходя из этого. Если спрос будет близок к нулю, тогда, естественно, и стоимость будет падать. Сейчас спрос таким образом складывается на ту стоимость недвижимости, которая вот сейчас реально существует в городе Архангельске. То есть у нас получается парадоксальная ситуация, да, у нас зарплата чуть-чуть снижается постепенно, пока незаметно, да, цены на продукты растут, и цены на квартиры тоже растут. Но спрос есть на квартиры, понимаете? То есть вы говорите, что зарплата низкая, но судя по спросу, который сейчас есть... Ну, как вы правильно отметили, просто люди там, те, кто у них есть какие-то сближения, просто начинают их вкладывать, ну, поддержать их в рублях. Но понимаете, это не один человек, который формирует спрос, а формирует спрос достаточно большая масса людей. То есть у населения скопилась определенная денежная масса, которую они вполне могут себе позволить, вложить в недвижимость и дальше ждать... Ну, не конца света, но конца... Ждать, 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 пока она... Очень оптимистично. По крайней мере, у них есть та сумма, так скажем, стартап для вложения в недвижимость, да? Тот первоначальный износ, чтобы получить ипотеку. Причем минимальный порог, да, вхождения в недвижимость, порядок объектов, вот как у нас, жилой комплекс уютный, там порядка 200 тысяч, дали ипотека, это вполне подъемная сумма. Наверное, да, еще в данной ситуации он подтолкнуло, да, чтобы те денежные средства, которые они копили, сейчас начинать вкладывать. Если мы все постоянно кричим «кризис, кризис», да, то, соответственно, народ задумывается, что же делать с этими деньгами. То есть, в свою очередь, мы сами провоцируем тем, чтобы люди не ждали, там, следующего года или еще что-то. А сейчас те наличные средства, которые есть, используют как первоначальный капитал, брали ипотеку, выкладывали. Но это на самом деле более выводное и правильное решение, наверное, в данной ситуации, чем нежели там, как у нас, да, раньше под подушкой, бронить все деньги. Ну, недвижимость собственности еще пока никого не разорила. по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, Коллеги, разрешите здесь еще один момент. Мы все время потребителей рассматриваем как объект пассивный. Дело-то заключается в том, что этот кризис заставляет и нашего человека вести себя как человека из той рыночной экономики, которой 300 лет уже. посмотрите, значит, там они на бюджетировании. Семейный бюджет это уже 300 лет. Мы, советские люди, на этом бюджете мы не жили. И деньги туда, сюда, и дальше. Здесь сейчас я, рядовой житель, выступаю уже с какой точки зрения? Стоп! Что мне надо? Срочно и важно жилье. Важно, но не срочно. Дубай и Турция. Так вот, эти 7 миллиардов, которые улетают, значит, как говорил один герой, значит, девчата, говорил, что деколон, дух один, что Таиланд, дух один, и все. А здесь же тогда мы, я из бюджета из этой части Дубай, Турция, я перемещаю сюда. Значит, этот автомобиль мне приходится немножко подремонтировать на копейки поездить, я перемещаю сюда, потому что срочно и важно, сейчас я понимаю, сейчас 55, 75, 155, керенки, все. Это рассчитывает любая система по худшему варианту, не по лучшему. ЗАГС по лучшему варианту, здравствуйте, значит, а через три года он 80% худший, поэтому система и должна рассчитывать. И активность субъекта должна быть по-другому. Стоп, я задумываюсь о личной своей судьбе, дети там куда, внуки и так далее. Поэтому, о чем бы сегодня мы ни говорили, значит, продукты питания, но жилье, физиологическая потребность является, сегодня на первый план выскочила, и следовательно, конечно, набьюли на вид права, таргетирование инфляции очень просто, естественные монополии больше не повышают тарифы 10 лет. И говорят, Якунин, снижай издержки. Ра, снижай издержки. А как только тарифы не растут, значит, тогда и здесь снижается. А тарифы растут, так на электронерги растет, так у него растет. Что должно быть? Почему так? Значит, те говорят, мы не можем пока. Ах, вы не можете? Следовательно, в реальных условиях очень жесткое личное бюджетирование даст возможность сделать прибавку 10-15% спроса на рынке первичного и вторичного жилья. Но для этого нужна очень умная, целенаправленная все время политика. С одной стороны, а, говорим, как это? Второй, власть расшивает эти узкие места. Ребята, здесь вот так, здесь вот так, здесь вот, чтобы власть считала это первоочередным, потому что это потребность номер один. Ладно, там не привезли яблоко, и мы съедим мороженку или еще что-то. Но здесь это вопрос номер один. Важнейший вопрос, который вы сегодня поставили. А, прогнозировать будущее? Вот, сейчас сильнейшая война на Биулин, Глазьева. Глазьев денежную массу увеличить многократно. Если бы в Америке в 30-е эту многократную увеличить массу, тогда не было бы кризиса. Японцы увеличили денежную массу, они влетели в еще больший кризис. Сейчас просчитать ни одна математика не может. Что будет дальше? Ну, будущее зеркало достигла. Даже в личной жизни мы в ЗАГС идем, чтобы мы просчитываем, что будет завтра. Это абсолютно бессмысленная вещь. Значит, следовательно, в этих условиях неопределенности я определенно ставлю себе цель. жилье и все остальное, все расходы урезаю в семейном бюджете. Когда вот такая концептуальная рождается, личная моя мотивация, она с таких 100 тысяч, уже, этот рынок растет, уже рабочие места появляются, уже, оно же тащит все время одно за другое. Можно еще? Да, конечно, пожалуйста. Очень долго рассуждали о том, кто из застройщиков, так сказать, заслуживает доверия, кто не заслуживает. Вот можно какие-то критерии обозначить, а к чему это задают? Рейтинг, да. Даже не рейтинг, а к чему это задают, потому что, не знаю, опять же, это правда или нет. Есть такое предприятие СНТ номер один, вроде как предприятие 70-летней истории, 50-летний, но сейчас я так понимаю, что оно ничего не строит, и я так думаю, что он находится на таком состоянии предбанкротом. Можно кто-либо из коллег, чтобы озвучил какие-нибудь критерии все-таки надежного партнера, который точно достроит дом и осчастливит будущих. Может, Мария Сепевна? Ну, по застройщикам, все-таки, то, что касается агентств недвижимости, да, совсем то, что касается застройщиков, ну, я вот так вот прям конкретно сказать, да, в этой ситуации, ну, не могу. То есть, мне кажется, все, ну, вот последнее, говорили, что АИЖК, да, будут закрывать, ну, то есть сейчас вот это кредитование, а то, что касается наших застройщиков, отвечать вот за эту сторону, у меня, компания должна быть, во-первых, публичная, да, то есть она должна быть на виду, компания должна быть серьезными оборотами, плюс, естественно, когда человек идет в офис компании, да, то есть он должен понимать, что офис компании, это не кабинетик, да, где сидит рядышком кассир, и тут же менеджер оказывает услуги, а компания должен быть презентабельный офис, на этом мы для себя делаем большой акцент, чтобы люди приходили, которые доверяют свои деньги, ну, и раз это свои последние деньги, надежные компании, надежному застройщику, вот здесь нужно все-таки понимать, какой объем застройщик сейчас выдает в предложении, да, сколько строек идет, какая динамика строительства по каждому объекту, не заморожено ли где-то строительство, а где-то идет там два-три рабочих ходят по стройплощадке, то есть, вот перед тем, как делать эту оценку, да, в пользу какого-то застройщика, нужно проанализировать все его предложения, на текущий момент, что строится, и какими темпами строится, и второе, это все-таки опыт за плечами, ну, вот вы назвали застройщика, у вас и сомнения возникли, и почему, потому что этой кампании не слышно, не видно, да, во-первых, не слышно, не видно, во-вторых, объектов у них новых нет, ну, по нашей информации, у них объекты есть новые, так что, вот, ну, почему у них такая политика, я не готов вам сказать, тут бы очень просто, по торг фирмам, как они полетели, и одна за другой, потому что полное отсутствие государственного контроля, так бы я, независимая фирма, провел все время аудит компаний, и тогда бы говорил, на рынке, ребята, значит, на то аудитовская проверка показала, Аквилон инвест, первое место, второе, третье, четвертое, там уж за этим пределом, как на Биулина, вот эти 212 банков в этой, а остальные стиральные доски, все, у нее есть этот анализ по банковской системе, если бы такой анализ был по строительному производству, тогда бы, конечно, увереннее чувствовал себя человек, но здесь приходится уже, Алексей Николаевич совершенно правильно сказал, по одежке и по уму уже смотреть, а кто он, магнит, пятерочка в торговле, этот, этот, и так далее, еще вопросы же у нас. Ирина Катурина, скажите, пожалуйста, вот здесь все-таки прозвучали некоторые цифры со ссылкой на Росреестр, а у нас, может быть, Олег Владимирович скажет, или представители инвестиционных компаний, риэлторов, маркетинговые исследования рынка жилья вообще проводились из спроса, вот, чтобы какая-то вот, некая, ну, не то, что научная основа, но более достоверные какие-то данные есть или нет? В частности, в Архангельске. Я думаю, что каждая хорошая компания, солидная, или, допустим, ЦБП, вот, Алексей Николаевич, они делают собственный анализ для внутреннего пользования, для того, чтобы усилить конкурентные преимущества. А вообще-то бы власть, муниципалитет должен быть маркетинговой. И специальные компании маркетинговые должны, на это еще у нас еще там, за горами. По крайней мере, на территории Архангельска. На территории Архангельска, да, да. То есть, это должно опять идти со стороны власти, со стороны государства, да? Ну, да, она должна инициировать, не сама организация, инициировать, что, братья, у нас нет совершенно по Архангельску, по Северодвинску, нет маркетинговых исследований, мы же слепую управляем. И это им надо. Частным застройщикам скинусом не поместить? Для конкурентов, да? Почему? Нет, для себя, кто скинусом, кто по участникам. Вообще, вот у нас недавно проходило обучение, там, ну, это не то, что касается Архангельска, да, и там говорилось, что в русс-реестре вообще, по, ну, какой-то там вопрос, проводили, там нет каких-то всплесков, падений, то есть там, как идут оформления, они так идут, ничего не меняется, нет такого какого-то вот. Зависит, скорее всего, от работы, там, агентов, вот застройщик, то есть у них такие какие-то пики, а то, что касается производственной части, вот именно государственной, у них вот, ну, нету вообще никаких таких вот, то есть все зависит от работы конкретно. Ну, в общем, Росреестр здесь может быть неким таким зеркалом, что ли, да, если все идет ровненько, то есть, ну, без всплесков. То есть все создается же еще очень часто, гораздо чаще, убьется все. Вот к чему говорит Мария Сергеевна, я скажу, зайдите на сайт, посмотрите, в Вологде миссия Вологда уютный город. И с 2008 года они провели великолепные исследования маркетинговые, и шаг за шагом, шаг за шагом у них на полной объеме информации делают этот уютный город. У нас смог бы Северодвинск это сделать, и интеллектуальные силы есть, и город, значит, хороший. Там бы могли сделать это и по типу Вологды, потому что легко делать, когда другие делают. Санкт-Петербург сейчас хороший взял, хорошую программу, сложную, но хорошую программу. Это какой нужно? Санкт-Петербург 2030, до 30-го года. Как-то они заложили очень оптимистично все там, исходя из того, что у них пара нефти стоит... Три тома, очень, там 160 институтов работало, трудно прогнозировать, но тем не менее впервые хоть немножечко подошли. Олег Владимирович, у меня вопрос тогда, почему, на ваш взгляд, Северодвинск не сделает такой маркетинг? Все упирается в субъективный фактор. Все упирается в субъективный фактор. Поэтому здесь вот такая ситуация. Им-то бы как раз, когда пошли огромные деньги, когда военно-промышленность растет, как на дорожжах, именно вот это. Но достаточно энергии. Одно дело в Кузбассе, губернатор, быстренько крутить. Второе дело Киселев придет второй и скажет не делать так же, как этот. Придет следующий. Забудьте все, что делал следующий. Когда нет преемственности власти, да как же так? мне кажется, важно еще обсудить такой вопрос, как коммерческая недвижимость. Мы сейчас обсуждаем наши, можно сказать, личные проблемы, личные вопросы. А вот коммерческая недвижимость, она же тоже очень важна в экономике нашего города и страны. Андрей Викторович. У коммерческой недвижимости, значит, на наш взгляд, ситуация стоит следующим. Три крупных торговых центра возводятся в Архангельске. Открылся уже торговый центр Европарк, Титан Арена и торговый центр МАКСИ, который в процессе откроется, по-моему, заявляет и не конец 2015 года. Мы считаем, что центр торговли, он, соответственно, сместится только к этим трем точкам. И что мы видим в перспективе? Соответственно, недвижимость коммерческой первого эшелона сами торговые центры и наибольшие востребенности будет иметь та недвижимость, которая второго эшелона непосредственно шаговая доступность вокруг этих торговых центров. То есть в том числе и в наших жилых комплексах, таких как Империал, Омега, Хаос. Я думаю, что это будет так. Неэффективные торговые центры, на мой взгляд, должны уходить эффективно и, соответственно, развиваться. Простите, куда уходить? Они должны уйти в какую-то реконцепцию, предлагать какие-то другие услуги. Есть в том числе и федеральные сети, которые на сегодняшний день не могут найти помещение в Архангельске. То есть, несмотря на то, что считается у нас ее много, на самом деле это не так. Есть компании, которые с удовольствием готовы войти в город, но форматных помещений, скажем так, они найти не могут. То есть, если я правильно понимаю, в нашем городе грядет еще целая революция именно коммерческой недвижимости? Ну, с запуском таких гигантов, да. Тут удивительная одна вещь. Мы второе место Архангельск занимаем по числу торговых площадей на душу населения и одновременно с заработной платой Адыгеи, на сегодня 26 тысяч, то спрос чем должен подтвердиться? Потом, я думаю, смотрите, 130 тысяч, то есть, 300 тысяч у нас уже население молодого уехало за 20 лет, 23 тысяч ежегодно опять молодого населения, как пылесос. И тогда в Архангельске остались средний возраст Зельгина. И тогда кто в торгово-развлекательный пошел? Зельгин? Нет, я не соглашусь, потому что у нас с одной стороны молодежь уезжает из Архангельска, но с другой стороны у нас обратный процесс тоже присутствует из деревень, из поселков, из Плесецка, из там... А, ну пока деревня еще. То есть, вот этот процесс пока еще есть. То есть, я думал, лет 10 еще будет, наверное, а потом... А потом то, а то и хорошо. Оттуда с Дельдиных мы не нажмем. Все-таки можно еще вопрос? Вот, благодаря государству сквозь формируется, но опять вырос, хотя некоторые участники, да, гильдии, в том числе, говорили еще осенью, что уже дальше растить ценам некуда на жилье. Вот сейчас последние бережения, которые там, черный день, на всякий случай будут выгребены в население, а дальше, что дальше можно скатиться с горки вниз, перешевить, вы... Встречный вопрос к журналистам. Две недели назад я вечером я всегда смотрю все, значит, почти и Кадырово, и Север. И смотрю, Север, строчка, Наринмар, сообщает, в Архангельске 500 миллионов рублей мэрии выделены на жилищное строительство, использовали нецелевых, нецелевым образом. И идет видеоряд, картинка, значит, дома разваливаются и так далее. Спрашиваю, значит, или в суд на журналистов подайте, значит, губернатора, или, значит, спросите с тех. Все молчат, и я никак не могу дойти ответы. Откуда взял Север, раз, достоверна ли информация. А если достоверна, вот, деньги выгребли из карманов населения, но ведь вам 500 миллионов доноток, ребята, вы должны были это сделать здесь, с жилищным, с теми, кто в аварийных живет. Куда уехал цирк? Вы знаете, хотелось, да, еще ответить на ваш вопрос. Алик Владимирович проговорил, да? Ну, еще уточняю, маленький. Вот деревянский поточек, он все время, конечно, приезжает сюда, да, тоже стимулирует, но он из всех нет. Там жить-то не надо. вы понимаете, а народ отсюда, который закупился, уезжает зрелый, молодой, продает здесь, потому что дешевле купить квартиру на те же деньги в Петле. Замечательно. Вы понимаете, это актуальный вопрос. Вы выбрасываете квартиры на рынок? Актуальный вопрос будет у нас всегда недвижимость. Как Илья Владимирович сказал, да, то есть мы идем в ЗАР. Мы же начинаем думать о будущем, да, у нас должны появляться там дети. Соответственно, я же задумаюсь, да, надо жилье ребенка. Говорит о том, что мы уменьшаемся. Уменьшаемся, уменьшаемся, но в любом случае потребность недвижимости будет всегда. Но, скорее всего, это приведет к тому, что цена на недвижимость будет меньше, да, то есть сейчас на данный момент спрос предложения. Какой спрос, такие наши предложения, такая у нас цена формировалась. А в связи с этим, когда вы прогнозируете пик будет? Будет самый пик, выше, так сказать. То есть все время цикличность. Если проследить там за последние годы, которые, в принципе, тоже проживали 2008 год, да, прошло большой период, опять же у нас сейчас идет этот, да, кризис. То есть пройдет и снова выровнется и снова будем. То есть жизнь цикличная и однозначно прогнозировать можно только лишь там ближайшие там 3 года, да, но не только 5-10 лет. Ответ простой, Наталья Николаевна. Значит, как только корма много, так много коров. И большая деревня. Корма много, меньше коров. В Северодвинске 7 тысяч требуется на заводы. И эти 7 тысяч поехали, и мгновенно спрос на жилье, первичное, вторичное и так далее. Все связано с промышлением. Как только она увеличивается, все, ясно. Не увеличивается, хоть умри. Ну, я купил новую квартиру. Наработать где? Главное, это работа. Вот этот, значит, мотор, он тащит все. Все. Поехали с Украины, миллион сюда приехали, переселенцев. Случилось так, что-то не случилось. И тогда это жилье, как в годы войны, заселили все хибары в Архангельске, потому что оттуда беженцев миллионы. Так же в Узбекистан. Поэтому прогнозировать весьма трудно, но работа, это вопрос номер один. Что делать с Ломбальске и комбинаты? Все, мертвый поселок, больше никто не восстановит. Вы знаете, у меня вот еще вот вопрос, вот, наверное, к Марии Сергеевне, как представитель гильдии риэлторов. А какие вообще проблемы вот случаются вот у агентств недвижимости с вторичным жильем, с новым жильем, вот, которые сейчас наиболее актуальны, и которые, ну, скажем так, влияют на инвестиционный климат? Ну, сейчас, наверное, не то чтобы, это, наверное, не... Я не скажу, что есть такая вот прям огромная проблема, но она присутствует, да? Так как этот, эта сфера деятельности, она не урегулирована законами какими-то, да, специальными, ну, вот, их нету просто таковыми, да? Все приходится вот таким, какими-то там, коммерческими сообществами, там еще вот, это российская гильдия, то возникает очень много новых открывающихся агентств, которые, допустим, на рынке совершенно недавно, и люди по своей доверчивости, они, вот, ну, могут прийти, грубо говоря, довериться человеку, да, полностью всю информацию принять от него, не заключив договор, не посмотрев какие-то документы, там еще что-то, да, взять, передать сумму, а потом говорить, что риэлторы плохие, все вокруг, хотя, на самом деле, это, мне кажется, больше даже от незнания населения, вот именно о всех этих происходящих законах, там еще чего-то, вот это и есть проблема, мне кажется, незнание населения, вот, информации, не владеющей, ну, такая самая большая. Ну, мне кажется, может быть, мы послушаем представителя агентства недвижимости, ваша ЧАПа, как раз Анна Махасиловна является руководителем отдела обучения, может быть, именно способ какого-то обучения наших жителей, наших, скажем так, предпринимателям поможет в данной ситуации? Ну, в данной ситуации, да, сложившейся, некоторое время назад у нас рос реестр активного производителя обучения, сейчас такого обучения нет, проводятся дни открытых дверей в налоговой, да, но, тем не менее, у нас население, оно все равно остается в этом отношении неграмотным. Поэтому она и обращается к специалистам, да, для получения качественной, хорошей услуги. В то же время не каждый знает, куда обратиться, потому что кто-то впервые только сталкивается с вопросом недвижимости. Если ранее, в 80-е, да, когда недвижимость выдавалась, да, нашим родителям, и, соответственно, что-то оставалось детям, сейчас же, да, период времени немножечко другой. Родители уже задумаются о будущем поколении и как-то стараются самостоятельно либо обеспечить с их жильем, либо как-то заработать, предоставить, там, первоначальный взнос, то есть таким образом. То есть сейчас такой период, что государство, оно практически ничего не дает. Конечно, есть, да, субсидии, материнские капиталы, о которых мы уже говорили. Это очень большой полчок помощи в развитии семьи. Ипотека, да, она очень востребованная на сегодняшний день остается, и вот с помощью этих средств недвижимость люди приобретают. Спрос, он растет, но он все равно у нас периодами возникает. И хоть и у Росреестра есть тенденция, что все на одном уровне, я с этим немножечко не согласна, потому что это можно отследить по количеству проводимых в месяц сделок тем же агентством недвижимости. Общаясь с коллегами, тоже у всех примерно на одном уровне. там было обучение для агентов, и просто в связи с тем, что объясняли какую-то информацию, говорили, почему люди работают, работают, когда им конкретно нужна, точно так же, как перед Новым годом люди пытаются закрыть долги, грубо говоря. И от этого происходит такой какой-то всплеск, от чего кажется, что вот это и есть пик. На самом деле это не пик, а вот совокупность каких-то таких обстоятельств. У нас еще на совокупность этих обстоятельств влияют слухи. Ну, опять же, да, все это вместе, получается, что это кажется, что вот все такое. На самом деле все достаточно в том, что есть. Да, то есть такие периоды, что вот как Олимпиада в начале этого года произошла, что слухи, что да, дефолт, все, у нас очень много недвижимости было скуплено в начале года. Потом было небольшое затишье, но с девочкой все равно продолжались, все равно они проходили, и люди приобретали вложения как в коммерческую недвижимость, так и в вторичный и первичный рынок. Они присутствуют. Люди приобретают несколько объектов недвижимости. Вот мы сейчас обсуждали, что люди уезжают из Архангельска. Они также знают много случаев, когда люди возвращаются. То есть они не прижились в другом регионе, они обращаются обратно в Архангельск, они покупают опять жилье. Тенденция роста и снижения, она присутствует. То есть, если сейчас есть спрос, конечно, люди стараются максимально выгодно продать свою недвижимость. Пройдет летний, осенний, весенний период, когда людям нужно будет уезжать в другой город, когда учебный год заканчивается и с этим связывается переезд, а квартира не продается, естественно, будет ее снижение. То есть это тоже немаловажный фактор, когда ребенок заканчивает, и нужно ехать, поступать в другой город, там приобретать недвижимость, а здесь жилье не продается. Естественно, будет ее происходить снижение. С этим очень много факторов. Предложение есть перед 8 марта 5-го, опять этим же составом собраться и посмотреть. А мы тогда все наговорили, что получилось, окажется, что в половине правы, а в половине правы. Это будет мониторинг. Интересно? Интересно, если говорят, что спрос, это цены, мы поговорим, может быть, у нас в городе не так и все плохо, но мы разговаривали, что все уезжают, все выражается, а на самом деле, если у нас цены все время растут, значит, спрос есть. Опять же, я позвучала, что они не возвращаются, и я бы, может, так все акции. А большой процент возвращенцев? Нет, он небольшой, невысокий, вот по практике клиента, который обращается к нам за получение услуги, но тем не менее, такое есть, причем он возвращается из разных регионов. Например? Из Ейска, из Липецка, из Белгорода. Это, конечно, может быть связано с работой, то есть здесь человек жил, он был устроен на работе, он имел какой-то статус жизненный, зарплату хорошо, оплачиваемый доход, а переезжая в другой регион, этого сразу же не приобрести всего. Все равно это с годами скапливается, как-то быть налаживается, то есть может какой-то этап нужно было бы и преодолеть, но жить на что-то нужно. Человек возвращается, выходит на прежнюю работу. Анна, а по возрастной категории кто из возвращающихся? Это средний возраст, старший или молодежь? Есть и средний, молодежь не возвращается, молодежь может везде устроиться, потому что все-таки большой город, это большие возможности, если приезжают в среднюю полосу. Возвращаются пожилые люди, связанные со здоровьем, то есть не прижились в другом регионе, и в районе 40 лет люди возвращаются. Попушкину, любовь к отеческим гробам. Кто-то говорит, что не прижились, что люди там злые, что все-таки много лет, говорится, люди все добрые, что контактные, все понимающие, а в других регионах другой склад жизни. Есть такой фактор, что они. Вы знаете, мне еще показалась интересной фраза, которую Алексей Николаевич как раз проронил по поводу того, что компания Аквилон Инвест прорабатывает способы зачета скажем так, жилья БУ, можно сказать, вторичного жилья счетного строительства. Я бы этот вопрос задал Герману Викторовичу. Я так понимаю, что это Ваше прерогатива? На данный момент, да, этот вопрос в стадии разработки, он еще довольно-таки сырой, и нам нужно время на это, чтобы сформировать процедуру вот этой зачета имеющегося жилья. Но она очень актуальна и пользуется большим спросом, да, то есть, почему мы вернулись к этому? Раньше у нас это было пару лет назад, да, но мы планируем вернуться к этому вопросу, потому что большой спрос, да, потому что люди хотят дождаться конца строительства новых домов, да, и сделать спокойный ремонт и уже заехать в новое жилье и, соответственно, оставив на реализацию нам свое жилье на вторичном рынке. Ну, то есть, это не такая, непростая такая. Да, то есть, тут процедура очень тяжелая, да, все-таки она, как со стороны, кажется, все очень просто, да, но есть определенные риски, которые нужно до 200. То есть, я как понимаю, это некий такой высший пилотаж агентства недвижимости, когда человек, можно сказать, полного цикла пришел, говорит, что вот у меня вот есть сарайка, я хочу, как бы, в общем-то, жить вот в этом доме, который 25 этажей, мне, пожалуйста, зачтите ее. Нет, лучше по той же цене. Ну, смотря, где сарайка, вопрос. Может быть, сарайка на Воскресенске? Возможно, я думаю, варианты. Да, это в любом случае будет оцениваться рыночная стоимость. Проблема в том, что еще время идет, у нас объекты строятся в течение двух-трех лет, но ситуация на рынке, да, за эти годы может измениться, да, то есть, либо увеличится стоимость жилья, либо уменьшится, да, то есть, вопрос очень большой. Да, конечно, сложно. Еще есть какие-нибудь вопросы от коллеги журналистов? Неделю назад у вас была презентация нового жилого комплекса «Инпериал-2». И там звучала минимальная стартовая цена 53 тысячи за квадратный метр. А скажите, вот как примерно будет эта минимальная цена расти? Ну, она будет расти, конечно. на сегодняшний день это какая? 30%? Ну, вот минимальная цена, она озвучена была, и она сейчас сохраняется. Опять-таки, исходя из чего формируется вот цена, да, исходя из площади квартиры, из вида окна из квартиры. Да, то есть несколько критериев формирования вот этой цены, исходя из первоначального взноса, то есть это будет ипотечный кредит, либо это будет рассрочка беспроцентная на период строительства. То есть много вот этих факторов, которые влияют на окончательную стоимость. У нас достаточно обширное предложение вот по рассрочкам, по квартирам, и стоимость формируется вот исходя из этого уже. Спасибо. Мы разработали концепцию разумной метры, которую продолжаем внедрять и она пользуется спросом. Смысл заключается в реальном экономии квадратных метров. То есть когда к нам клиент приходит и спрашивает, вернее, говорит о том, что мужиком, и мы задаем вопросы, какая вам квартира нужна, сколько нужно спален, сколько нужно детских. И мы подбираем планировочное решение, при котором он рассчитывал, скажем, к примеру, на 100 квадратных метров, но мы даем тот необходимый набор помещений на 60 метрах. Он реально экономит с 40 метров. В большинстве квартир кухни, гостиные объединены. Разные размеры спальни детские, то есть минимальное количество коридоров. То есть с такими буквально планировочными решениями люди действительно экономят деньги и находятся подходящие планировочные решения. с таким огромным выбором к покупателю, к клиенту. Кадры у вас какие? У них два, три образования Оксфорд, Гарвард? Или это практики? Нет, это, естественно, специалисты с высшим образованием. То есть это инженер строитель. То есть и с экономическим, и с юридическим. То есть костяк у нас в основном это менеджеры, финансисты, юристы. То есть аналитики. Ну, я уже не беру технические специальности, да, я имею вот уже оказание услуг непосредственно гражданам. То есть да, это консолидация, так скажем, вот этих специальностей, чтобы выдать нормальный продукт дольщикам, чтобы им оказать нормальную консультацию, оказать юридическую помощь в каких-то вопросах. То есть весь спектр услуг мы оказываем, как вот говорили, да, человек, у него есть квартира, но он хочет купить в новом объекте квартиру. То есть вот от прихода к нам и до реализации проекта, и до передачи ключей квартиры, вот здесь мы полностью сопровождаем наших клиентов. И еще вот мы говорим об инвестициях, основной момент еще не учли, что инвестировать в первичную недвижимость, строительство, нужно все-таки на стадии нулевого цикла, да, то есть когда забитый свай, то есть объект уже не близко к вводу в эксплуатацию, а только начал строительство. Тогда застройщик как раз формирует цены более выгодные для дольщиков. и на стадии ввода в эксплуатацию стоимость уже квадратного метра дорожает, существенно дорожает и окупает так скажем эти дефляторы, инфляционные процессы. Спасибо. Это, конечно, Олег Владимирович хотел бы что-то добавить. Уже обстоятельно мы поговорили. Есть ли еще какие-то вопросы у коллег-журналистов? Ну, тогда отлично. Я думаю, что мы подведем итоги нашего круглого стола. Я думаю, что мы его закончим на такой оптимистической нотке. Инвестиции в недвижимость это не просто важно, это еще и способ выйти из кризиса, как тут прозвучало несколько раз из вуз наших участников. Большое спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok